Приветствую вас! Итак, мы начинаем говорить о неочевидных ошибках мам-мальчиков, которые приводят к тому, что не ладится личная жизнь мамы, портятся ее отношения с собственным сыном, и в конечные итоге радости в жизни у женщины становятся меньше. И как бы она ни старалась ориентироваться на позитив, держать себя исключительно в положительных эмоциях, контролировать свое внутреннее состояние, у нее очень часто бывают срывы, бывает накапливается раздражение, портится настроение, и даже если мамы мальчиков говорят, что у них все складывается идеально, на самом деле есть поводы для беспокойства. Давайте начнем с самого очевидного. Что я слышу чаще всего, как только я задаю вопрос маме мальчику, как складываются твои отношения с собственным ребенком? Я слышу от нее тут же, ой, Алла, что вы, у меня вот с моим сыном, у меня все идеально, у меня с ним все хорошо, мы с ним дружим, или у меня с ним идеальные отношения, он меня понимает с полуслова, или мой сын самый лучший, что вы вообще, вот только не надо сюда приплетать сына. То есть защита срабатывает молниеносно, броня, оберегу свое любимое чадо от всех, и обращать внимание на эту сферу не буду, потому что там я идеальная мать, а сын мой идеальный мальчик, идеальный мужчина во всем белом свете. И вот именно с того, когда мы оперируем к понятию, у меня все хорошо, это и должно быть таким настораживающим звоночком, на который стоит обратить внимание. Почему я так говорю? Как только женщина говорит «я дружу с своим сыном», она никогда не задумывается о том, что друзей-то у него за жизнь может быть много, а мама-то у него одна. И если мама уходит со своей материнской роли и перемещается в роль подружки, перемещает сына в роль мужчины-друга, она портит и лишает парня самого главного, она лишает его опыта, который он должен получить в отношениях с мамой. Но это еще не самое страшное, потому что когда мы углубляемся в это «у меня с моим сыном все идеально», выясняется, мама этой женщины, мама-мамы, бабушка, чаще всего активно воюет с мамой за право обладать внуком. Кто его будет воспитывать, кто будет решать, что ему делать, кто будет решать, во сколько ему ложиться спать, как что носить, что читать, какие уроки делать, на какие секции сходить – это постоянные конфликты у мамы с ее собственной мамой. Это все происходит на глазах у парня, и парень все это сечет. И даже если женщина считает, что она интуитивно выстроила все отношения со своим ребенком правильно, она забывает об одном – ребенок считывает информацию на очень многих уровнях. И когда вы раз за разом поступаете нелогично, и ребенок считывает противоречивую информацию, эта информация начинает работать против вас самой. И получается, что на словах вы вроде правильные методики применяете, на словах вроде получается, что все хорошо, но ребенок забывает выполнить вашу просьбу. Ребенок невнимателен к вашим поручениям. Ребенок не хочет продерживаться порядка, протестует, опаздывает куда-нибудь, у него плохой аппетит, у него появляется раздражение, ой, опять эта каша, или я не хочу заниматься тем, хочу заниматься этим. Это все выливается, это все тревожный звонок в том, что вы заняли неправильную роль в воспитании собственного сына. А чем это оборачивается против мамы? Мама пашет, как загнанная лошадь, простите, пожалуйста. Мама старается забыть все в жизни и сделать мальчика центром вселенной. Мальчик пуп земли, и он знает об этом очень хорошо, потому что на любой его чих, мама тут же рядом. Сыночек, как ты? Она с грудью ляжет или стеной встанет, защитит его от кого угодно, но ребенок все чаще не оправдывает собственные ожидания мамы. И мама испытывает внутри накопившееся раздражение. Она начинает думать, как же так? Я же тут стараюсь, я же все делаю. А почему, откуда это появляется? И вот это накопившееся раздражение, вы будете удивлены. Но корни этого раздражения, они не столько в поведении вашего сына, сколько в той интуитивно выбранной вами линии воспитания ребенка. И там, где вы думаете, что я правильно воспитываю ребенка, вы просто транслируете все свои прошлые проблемы в отношениях с отцом, проблемы в отношениях с мужчинами. Вы все это тащите сюда в отношения с собственным сыном. И именно из-за этого у вас накапливается раздражение. Что с этим делать, давайте поговорим позже. А сегодня просто проанализируйте. И напишите здесь, в комментариях под этим видео, как часто у вас возникают вот эти вот моменты, что вы вроде как идеально выстроили отношения со своим сыном. Но есть опоздание в школу, есть невыполнение ваших просьб, есть немытая посуда, разбросанные вещи, невыученные уроки, споры с вашей мамой, чего там еще, вмешательство вашего папы, воспитание, критика вас в присутствии ребенка. То есть все вот эти моменты отрицательные, пожалуйста, перечислите, которые вызывают ваше раздражение в комментариях под этим видео. Что делать с этим дальше, поговорим на наших следующих уроках. Обязательно выполните задание, которое я вам дала. До встречи в следующем уроке.